всем привет друзья на связи снова дровивка продолжаем с вами играть в клуб duty 1 проходить кампанию и пришел к выводу что нужно было изменить разрешение короче поставить его на 1024 потому что видимо в то время когда игра вышла это была сам оптимальная поэтому все видно будем играть так как есть потом просто видимо его расширю когда при монтаже так ну что все начинаем и следующей миссии прошли мы учебку настоящие победы победы мира они войны ральф уальдо эмерсон понеслась внимание группа бейкера дело серьезное операция оверлорд торжение в нормандию с воздуха и с моря час чем день д морская пехота атакует пять районов побережья под кодовыми названиями юта амаха золото шуна и меч здесь у побережья нормандии районы юта и амаха будут атакованы тремя дивизиями наших пехотинцев в это же время две британских и одна канадская дивизия ударят по районам золото шуна и меч воздушный десант будет сброшен за шесть часов до часа ч до начала бомбардировок с воздуха и с моря 6 британская военно-воздушная дивизия высадится здесь и в это же самое время 101 и 82 дивизии высадится в этих районах устье реки дуз разделяют районы юта и амаха задача 101 дивизии занять все переправы через реку дуз соединяющие районы юта и амаха чтобы прикрыть фланга район юта эта большая дорога пролегает через весь катантенский полуостров в этом районе сосредоточено особенно много немецких войск когда они пойдут в контратаку им придется идти по этой дороге 101 должна позаботиться о том чтобы они не прошли труппа бейкера то есть мы будет находиться на этой дамбе разведчики как например рядовой мартин будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни чтобы пометить зону приземления однако мы не можем знать что произойдет когда мы окажемся на земле так что я хочу чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101 и 82 дивизий кроме того я хочу чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их мы высадимся за атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами нас ни в коем случае не должны обнаружить пока до часа че не останется не больше нескольких часов это и есть то к чему нас готовили блин жизнь жизнь конечно фотографии конечно жестокие в это война 5 июня 1944 18 00 гринхам англия примерно через три часа я буду в нормандии меня назначили одним из разведчиков и я приземляюсь раньше главных воздушных сил разведчики приземляются раньше основных сил и устанавливать маячки на посадочной площадке по которым будут ориентироваться остальные пилоты десантники начальство посылает воздушные силы первыми самого раннего утра чтобы защитить фланги побережья юты с первыми лучами солнца основные силы вторжения высадится на берег несколько недель все силы вторжения более 175 тысяч человек были отрезаны от связи с внешним миром им ничего не оставалось как запоминать карты и планы боя мы все взволнованы что находимся во франции несколько часов назад нас посетил генерал эйзенхауэр если мы справимся с нашей задачей немцу ждет очень большой сюрприз никак не могу привыкнуть что здесь shift это рукопашный бой а не бег писит не знаю писал не писал он я его убил аптечку нельзя взять понятно то есть когда когда ты только мертвый ой то есть мертвый когда-то у тебя жизни мало когда ты можешь а как же он бегает я посмотрел на стройках там вообще нету чтобы он бегал так а чё там у нас связаться с сержантом хитом вот на сержант хит валяется найти сумку сержанты нашли надо взять впереди у нас блокпост типа да сейчас мы его тут война идет они в шашки играет красавцы карабин да карабин муж карабин взять хочу за какой карабин не знаю вам посмотрим как он дальше а вот мы еще поставить поставим но если смотреть то что это 2003 год то это очень круто просто мега круто что там такой а вот наши летят только наши и полетели не бегает фига ой сколько его можно убивать то обалдеть 7 раз выстрелить надо было ну такая пуха не знаю как-то не очень и всего мне осталось 9 патронов надо менять ой красота вот это был прикол да я кинул гранатам отскочил оттуда так ладно почему она вот так вот как бы это ух ты блин нормально нормально отстойная пушка надо менять поменять не получится потому что нету или просто вот на улицу нормально ну блин перезарядка по полчаса это конечно отстой точнее не перезарядка просто именно ты чё еще не умер что хочу где пушка только что пушка была ну ладно почему вот так вот она как бы немножко тормозит не пойму ладно потом посмотрим следующий раз хочу уже а вот валяется томсом да это они темпы 40 нормально а блин не в ту сторону возьмем еще патрончиков магазин 14 патронов конечно не густо так ну все тогда что чтобы ролики большие не были на то закончим на этом а вам спасибо за просмотр в следующем ролике уже увидимся с вами до новых встреч пока пока пока